В этой лекции мы поговорим об особенностях поиска источников литературы в интернете. Опытный пользователь интернета знает, что это может быть достаточно трудоемким, длительным и даже опасным делом. Причем самая большая опасность поиска в интернете литературы заключается даже не в том, что на сомнительных сайтах, кроме желанного реферата, можно скачать еще и вирусы. Самая большая сложность — это отличить научную, достоверную литературу от так называемой «желтой прессы», то есть публицистики. Для этого нужно либо иметь опыт, либо пользоваться специальными поисковыми интернет-системами и проверенными сайтом. Для того, чтобы качественно работать с интернет-источниками, важно разбить их на группы по степени достоверности. Первая группа включает в себя официальную информацию с сайтов государственных органов власти, в том числе регистрационного характера. Она имеет максимально возможную, по нашему критерию оценки, достоверность. Безусловно, бывает, к сожалению, в случае намеренной дезинформации непреднамеренные ошибки или подача информации из неверного или ненадежного источника даже на официальных сайтах. Однако подразумевается, что степень достоверности в официальных сообщениях властных структур максимально возможная. Что же касается иной информации, размещаемой на данных сайтах, то к оценке степени их достоверности следует подходить очень аккуратно, учитывая политический аспект. Вторая группа – официальная информация с сайтов информационных агентств с высокой репутацией. К данной категории можно отнести различные независимые интернет-издания. В принципе, можно сказать, что именно эти две группы образуют совокупность официальной информации, на которую принято ссылаться как на источник высокого уровня достоверности. Третья группа – это информация, раскрываемая о себе юридическими лицами в рамках действующего законодательства и размещаемая ими на специализированных или специально выбранных для этих целей сайтах. Кроме того, подобного рода информация может размещаться на собственных сайтах юридических лиц. Здесь подразумевается, что степень достоверности этой информации тоже очень высока. Однако, следует заметить, что информация подается самим юридическим лицом, так что возможны различные варианты. Четвертая группа – это информация, расположенная на сайтах новостных и информационных агентств, электронных средств массовой информации и иных аналогичных сайтах с хорошей репутацией. Сюда же можно отнести информацию, размещаемую на сайтах отдельных компаний, опять-таки с оглядкой на их репутацию. Пятая группа – это информация, размещаемая на специальных тематических сайтах. Как правило, там собирается информация из разных источников по определенной тематике или направлениям деятельности. Если говорить об электронных библиотеках, которые часто являются просто хранилищем, и электронных копиях печатных средств массовой информации, то здесь нужно оценивать репутацию каждого отдельного средства массовой информации. Шестая группа – это информация, размещаемая на сайтах компаний, производящих собственный информационно-аналитический продукт. Степень достоверности зависит от позиции и ангажированности владельцев ресурсов. Сюда же отнесем сайты, созданные специально для продвижения какой-либо информации. Если говорить о последних, то анализ представленного на них контента может быть полезным в получении вполне достоверных сведений. Седьмая группа – откровенно желтая информация, а также так называемые сливные бачки. Об их достоверности говорить не приходится вообще. Восьмая группа – это информация, степень достоверности которой не может быть установлена в силу разных причин. Сюда можно отнести личные странички, блоги, информацию с гостевых книг и форумов, и форумов вновь открывшихся сайтов и тому подобное. Любой хороший современный преподаватель знает, что успешный студент – это не тот, кто прочитал и запомнил все заданные по дисциплине книги. Выучить наизусть все невозможно. Поэтому умение искать решения поставленных задач – вот главный навык, который должен развить в студенте вуз. В данной теме собраны ссылки на специализированные научные поисковые системы, электронные архивы, средства поиска статей и ссылок, которые могут быть вам полезны для поиска учебной литературы в электронном виде. Вот перечень некоторых поисковых систем. Первая – так называемая IBDIB – это одна из лучших русскоязычных книжных поисковых систем. Во всем море информации она умеет искать книги и не только книги. Специализируется на поиске учебных и научно-электронных книг как на русском, так и на других языках. Кроме базового поиска литературы, система предоставляет следующие основные возможности. Просмотр списка всех отсканированных книг из конкретной библиотеки, поиск книг по нескольким библиотекам и возможность поиска по отдельным словам и фразам. Система также дает возможность просмотра всех проиндексированных книг, а их в системе около трех миллионов. Второе – поиск электронных книг. Это еще одна поисковая система для электронных книг. Главным ее приоритетом является образовательная литература, то есть базис научного и технического здания. Данный сервис можно использовать и для того, чтобы просто выяснить, была ли переведена искомая книга в электронный вид, или стоит ли вести ее дальнейший поиск в интернете. Хотя система эта обычно находит меньше книг, чем система IBDIB, зато она, если возможно, выдает прямые ссылки на скачивание. Эта система также умеет искать книги и в интернет-магазинах. Третья система – Library Genesis. Данная система осуществляет поиск по одному из крупнейших собраний учебной и научной литературы. Четвертая система – это Scopus. Это наибольшая база данных электронных цитированных, предоставленных для просмотра источников, включающая в себя научные журналы, книги и отчеты о проходящих конференциях. Предоставляя всесторонний краткий обзор всемирной исследовательской продукции в областях науки, технологии, медицины, общественных наук, искусства и гуманитарных наук, Scopus вмещает в себя удобные инструменты для отслеживания, анализа и визуализации исследований. Содержит в себе 55 записей, больше 21 тысячи заглавий и 5 тысяч наименований издателей. Следующее – это Science Direct. Это универсальная научная поисковая система, созданная вместо других систем. Она осуществляет полнотекстовый поиск по статьям журналов большинства крупных иностранных издательств, порядка 17 миллионов статей, по статьям в крупных архивах статей и препринтов, и по научным ресурсам интернет. Более 250 миллионов проиндексированных страниц. Это далеко еще не исчерпывающий список научных поисковых систем, осуществляющих поиск в интернете всевозможной литературы на разных языках. Ему можно добавить другие англоязычные поисковики, которые вы видите на экране. Авторефераты диссертации на русском языке можно бесплатно найти на сайте Dissercad в библиотеке Ихтика или Ихтиотека или на E-Reading Club. Это электронные библиотеки диссертаций и других научных и научно-популярных работ. Среди христианских электронных библиотек на английском языке можно выделить несколько, которые вы видите на экране. Русскоязычные онлайн-библиотеки представлены следующими сайтами. Во-первых, это онлайн-библиотека Евроазиатской кредитационной ассоциации. Это онлайн-ресурс богословской и учебной литературы, статей и учебных работ христианской периодики, различных документов и медиаматериалов, необходимых для христианского образования и служения в евангельских учебных заведениях и поместных церквях. Ресурсы этой онлайн-библиотеки предназначены в первую очередь для использования студентами и преподавателями евангельских учебных заведений при изучении христианских учебных предметов и курсов, при написании самостоятельных работ, то есть рефератов, курсовых, дипломных, по богословским и смежным гуманитарным дисциплинам, а также для самообразования, личного духовного формирования и христианского просвещения. Библиографическое описание каждого документа в этой библиотеке составляется согласно международному стандарту формата Unimark, что обеспечивает решение важной проблемы совместимости электронного каталога с другими каталогами электронных библиотек. Это также обеспечивает универсальную форму библиографического описания каталожных карточек. Как и в традиционных библиотеках, читатель может просматривать каталожные карточки на сайты, не открывая книгу. Все фонды библиотеки ЕА каталогизированы по классификации Дьюи, что позволяет студентам легко ориентироваться в поиске нужной литературы. Еще одна библиотека – это библиотека Гумер. Она представляет в свободной доступе, без регистрации, широкий спектр ресурсов, то есть более 5000 учебников, книг, статей различных авторов, полярных точек зрения на исторические, культурные, религиозные и другие вопросы. Существует несколько библиотек православного направления. Например, библиотека Санкт-Петербургской православной духовной академии, православная электронная библиотека, издательство «Прав.Мир», библиотека православной литературы, библиотека Якова Кротова, медиаресурс «Золотой корабль» и сайт «Предание.ру». Существует библиотека «Русские страницы». Это хороший ресурс, предоставляющий доступ для чтения множества древних первоисточников, комментариев к писанию и других источников, предназначенных для помощи всем, кто изучает Библию. На экране вы можете видеть другие электронные библиотеки, которые помогут в написании седельских работ. Спектр электронных баз данных, предоставляющих как светские, так и христианские ресурсы, достаточно широк. Так что мы можем смело отправляться на поиски нужной литературы для проведения собственного богословского научного исследования. В следующей лекции мы расскажем вам о том, какие существуют основные ресурсы, информирующие служителей о новых исследованиях и о новых работах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!